Разрезать поверхность куба на 12 конкурентных частей, которые умеют танцевать. В том смысле, что в некоторый момент они становятся квадратами всех. А потом меняются так, что по-прежнему они все конкурентны и по-прежнему это есть разрезание поверхности куба на 12 частей. То есть, поймите, что можно согласованно продеформировать вот это вот разрезание. Есть разрезание на такие 12 квадратика, но учитесь делать мультфильм. Понимаете? Чтобы они все согласованно менялись и чтобы это все время, в каждый момент времени, чтобы это было разрезание на конкурентные 12 частей. Оказывается, это можно и это легко. Я хочу разрезать на треугольнички, чтобы они потом консимулировались и собирались их рассмотреть, либо пробовать. А как они это смогут сделать, чтобы это все, что называется, тепло? Понимаете? Понимаете, если вы просто разрежете, а потом из этого, так сказать, нарубите это на кусте, потом из этого сложите, это не то, что нужно. Надо, чтобы конструкция менялась непрерывно. Вот видите, что такое танец, понимаете? Я не могу так, что я встал в одно место, потом сказал, выключите камеру, я перейду, а я должен это делать в перерыв. Не то. Ребята, это называется Елена Борисовна Бронина со своими учениками. Вот заметьте, насколько она лучше меня. Такое вот счастливое детство у вас разве есть? Нет. Она намного лучше, у нее все радуются. И, допрочем, сегодня нам сюда придет читать лекции человек, которого вы абсолютно не знаете, но именно ему вы должны быть благодарны за свое счастливое детство на Маломихмате. Станислав Валерьевич Шапошников. Сегодня? Это тот самый директор Маломихмата, который пустил сюда младших школьников. То есть в некоторый момент времени он разрешил, чтобы даже первоклассникам или второклассникам и так далее приходил. До определенного момента сюда, в принципе, младшие 6-го, 7-го класса никого не пускали. Что он разрешил, а дальше это уже как бы стало с традицией. Вы же, небось, думаете, что всегда на Маломихмате были такие школьники, правда? А кто знает, с кого все это началось? Да, кто знает, с кого все это началось? Что вы догадаетесь? Моз? А? Моз? Нет, конечно. Конечно, нет. Началось с него, который он за камерой сидит. Когда ему исполнилось 4,5 года, то мы подумали, что почему-то не провести что-нибудь типа занятий для него. И стали это делать не здесь, а в МЦНМУ, это большой власти, дом 11. И полугода там был, он очень быстро, очень сильно разросся. Соответственно, когда ему 5 лет, то мы попросили шапочник его пустить. Кстати, сейчас он 14, поэтому это было 9 с небольшим лет назад. И, соответственно, оттуда пошли эти кружки. Между прочим, очень быстро другие преподаватели увидели, что, слушайте, оказывается, маленькие дети – это тоже люди. И, соответственно, сейчас уже никто и не вспомнит, что очень много лет никаких таких кружков не было. И, между прочим, кроме нашей страны, практически нет мест, где вот так вот массово были бы занятия с муниципалитетами. В большинстве стран мира считается, что начинать нормальные занятия надо где-нибудь класса 7-го, 8-го, 9-го. Вы делали это для сына? Нет, я это с самого начала делал не для сына. То есть, понимаете, безусловно, мне было бы легче для него провести, понимаете, для него одного. Но просто я могу объяснить, почему это я не делал раньше и все-таки никто не делал раньше. Потому что большинство преподавателей малого Мехмата, студентов, ну, большая часть тех, кто работает, да, ну, аспиранты максимум. А у них обычно детей либо вообще нет, по возрасту еще, либо, если есть, то такого возраста, когда их на руках носят. Да? И, соответственно, представить себе, студенту или аспиранту Мехмата, что с ребенком можно говорить о математике, совершенно невозможно. Потому что максимум, что он там орет и есть просто. Ну, там, малыш, да, там, он идет, ну, звает. Вот. А потом человек уже, ну, понятно, уже заканчивается университет и все. И вот. А из-за того, что я, собственно, задержался, вот, понятно, работаю, работаю, работаю с 82-го года, то у меня ребенок возник и не успел дорасти до разумного возраста. И дальше, ребят, произошло абсолютное чудо. Потому что вдруг выяснилось, что с 5-6-летним можно обсуждать вопросы, которые студентам всегда казалось, что можно обсуждать только с, там, ну, минимум шестиклассников. Потому что на самом-то деле, люди же все умные, на самом же деле, вот, это на самом деле здорово. Это очень здорово. У этого есть неприятная черта, потому что в порыве энтузиазма, к сожалению, очень многие стали не просто проводить дружки, но стали проводить бесконечное количество экзаменов, олимпиад, отборов, экзаменов, экзаменов. Ну вот, что для лучшим классников совершенно не полезно. Потому что вот эта вот идея, там, выяснить, кто из гермопластиков там самый-самый-самый умный, она, на самом деле, продуктивна. Потому что это полезнее позаниматься, и тогда он станет дурнее, чем бесконечно выяснять, насколько же умный. Вот, но, с другой стороны, это все, все равно это лучше, чем когда ничего нет. Давайте работаем. Как же потанцевать эти трибуки? Как можно одновременно продеформировать эти квадратики, чтобы это было согласовано? Я совершенно запросто могу взять, отрезать у одного из квадратиков. Правильно, что ли? Хорошо, но при этом я соседнему квадратику что-то добавлю. А как это сделать одновременно на всех квадратах?